ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ Польша замечательно живет под ручным управлением, люди там счастливы, безопасность и благополучие, национальная идея Польши, Украина хочет жить как Польша, а Россия хочет, чтобы все жили как Россия. Ну, два фактора. Суверенитет Польши. Польша утратила свой суверенитет и об этом не знает. Вот поляки сейчас будут с нами воевать. Когда им скажут, они будут воевать. Это вот суверенитет бычка на ферме. Вот бычок будет тем, чем ему прикажут. Он сейчас сыт, счастлив, там, коровка, все так далее. Но когда придет время, бычок будет делать то, что ему придется. Что у нас в Польше? Чем управляется? Религиозное управление через Ватикан. Ватикан – это не инструмент Польши. Это церковь, не принадлежащая Польше. Это внешнее управление. Дальше. Польша живет под прямым британским управлением и завуалированным американским управлением. Это вот такой синдикат англо-саксонский, который управляет Польшей. Любой факт, который скажут, Польша будет исправлять. Как исполнять? Как она исполняла во Вторую мировую войну? Польшу буквально поделили. Поделили по чьей воле? Это Британия отрабатывала проект Гитлер. Вырастила Гитлера она и для прохода на восток ей надо было вот этот дележ Польши осуществить. В Польшу кто-то спрашивал, что она будет поделена. Вообще никто не спрашивал. И сейчас Польшу никто не будет спрашивать, потому что суверенитет утрачен. Польшу сейчас, в последние годы, за счет чего они сыты? Сыты Польша за счет надсажения Германии. Вот Германию британцы надсажают в рамках Евросоюза. Германия распыляет свои средства, что попало в том числе на датирование польских проектов. Вот Польша сыто живет за счет Германии. Это экономически освещалось многократно механизмом финансирования Польши. Вот представьте, вы держите народ в определенном таком состоянии, витрина, чтобы Украина глядела на Польшу и таяла. Чтобы бывшие страны Советского Союза глядели на Польшу и таяли. Вот это вот витрина красивого Запада. Их маленько финансово держали в этом состоянии. Дальше, когда обрезается финансирование и у вас народ уже отвык жить по средствам, вы легко набираете из них военных. И сейчас Польша попадает под программы развития армии. Польша будет создавать самую большую армию в Европе. Что такое создание армии? Это сокращение потом этой армии, а какую-то другую армию, то есть умерщвлением значительного числа поляков в боевых действиях. Вот это вот судьба Польши. Польский народ это решал, что мы вот сейчас будем создавать армию, потом убиваться в смертушку с теми же русскими. Польский народ этого не решал. Это решили за Польшу, потому что Польша это холопы британские. Они не управляют своей страной. У них к власти пришла выдвинута, селектирована группа политиков, которые имеют просто вацарский вектор по отношению к Штатам, к Британию, к Евросоюзу. Евросоюз это чистый инструмент британских, американских спецслужб. Британия создала, потусовалась в Евросоюзе, вышла. Тогда, в принципе, холопы пускай там суетятся. Вот это вот судьба Польши. Дальше. Комментарий недовольного оппозиционера на канале «Научный трибунал». Я-то наивный пытался на его канале дискутировать, задавать вопросы, доносить свою точку зрения. Оказалось, что первое правило Катючика, Катючек всегда прав. Второе правило Катючика, если Катючек не прав, считайте первое правило. В чем суть? Доносить свою точку зрения на моем канале – это бессмысленное мероприятие, иметь нелогичную точку зрения и пытаться ее распространять. Ну, допустим, известно, что у среднестатистического человека две руки, да? Это достоверная информация, мы ее распространяем на нашем канале. А у вас другая точка зрения, своя точка зрения. Какая может быть своя точка зрения? Две с половиной руки, полторы руки, какое-то другое количество рук. Ну, это слабоумная точка зрения, это известно. Ну, люди, которые еще не сосредоточились, еще не могут посчитать количество рук, мы не даем им возможность выступать на нашем канале или выступать в качестве интересных оппонентов. Далее. Виктор, добрый день. Вы объясняете невозможность черных дыр через невозможность искривления пространства. Я, честно говоря, не знаком с этой теорией, но нам в школе объясняли, что без искривления черная дыра – это такой объект, у которого первая космическая, больше скорости света. Неважно, что вам объясняли в школе, смысл такой. Черная дыра – это объект, который, согласно определению, имеет такие-то признаки. Вот люди определили, что называть черной дырой. Так вот, черная дыра – это объект, на поверхности которого, в кавычках, на поверхности искривляется пространство. Все, споры бессмысленны. Вот черная дыра – это именно это. Это не кусок черного кирпича, это не что-то другое. Это именно объект, обладающий такой массой, что на нем искривляется пространство. Эти бараны так это написали в определении. Поэтому смотрим фильмы, запоминаем определения, пытаемся логично мыслить, сосредотачиваемся. Погоди, ты же сам сказал, что есть только отталкивание, а то камень разлетится в пыль. И тут же сам себе противоречишь, говоря, что отталкивание – это единственная реальная сила. Где логика? Как это частицы, оттолкнувшиеся, пролетев обратно, притолкнулись? Это возможно только если Вселенная имеет замкнутую границу, от которой частицы обратно внутрь притолкнулись. Так что ли? Ну, человек просто не понимает, что происходит во Вселенной. Никакая граница, во-первых, не нужна. Схема Вселенной предельно проста. Вселенная бесконечна, это бескрайний, открытый, неограниченный ничем объем. Весь этот объем заполнен материей равномерно на макроуровне. По-другому невозможно. Вот наш мир именно такой. Неважно, дошли мы туда, в дальние дали, где мы можем искать край Вселенной. Не дошли, но там будет та же самая материя, перекрыта тем же самым гравитационным полем. По-другому невозможно. И из этого, из этой силовой схемы, есть определенные простые средства, что в пустой абсолютно Вселенной кирпич будет разлетаться в прах. Это будет до бесконечности продолжаться. Если каждый куб нашей Вселенной мы заполним материей, то будут силовые взаимодействия, связи между этой материей. Если материя будет откалибрована неравномерно, не будут дробинки одного формата, будут дробинки другого формата, она расположится по-разному. На этом принципе можно понять, как формируются кристаллические решетки, как материя формируется вещественная. Почему внутри вещественной материи такая большая пустота? Потому что в нашей Вселенной, заполненной массами, мелкие частицы именно только так могут друг от друга разлететься в силовом балансе. И для больших тел в результате вот как раз вот этих взаимодействий и получается приталкивание, которое мы понимаем, как гравитационное взаимодействие. Если вы этого не понимаете, вот на каком-то этапе, надо просто понять, на каком этапе тогда с вами заниматься. А когда вы не понимаете все в комплексе, тут как бы помочь-то, наверное, можно, но сложно. Так, давайте следовать законам логики, а не всемирного заговора. Объяснение типа Англия готовила все войны, все войны нелогично, поскольку Англия сама пострадала от этих войн, потеряв империю. Логично и нелогично. Вот если есть факты, что Англия устраивала революцию в России, что Англия, британский корпус контролировал, участвовал, надзирал в гражданской войне у нас, что Англия заходила в Мурманск, в Дальний Восток. Это факты. Англия в этом во всем участвовала. Есть такие же данные по различным странам мира. Есть факты, фактология, как это делала Британия. Это исторические материалы, это исторические факты. А спаривать это логично, нелогично, бессмысленно. И говорит, что потеряла империю. Во-первых, Британия империю не потеряла. Британия имеет такую степень влияния в мире, что она до сих пор как пробка во всех, как затычка везде участвует и во всех процессах активно добивается каких-то результатов. Вот сейчас даже в конфликте на Украине наиболее яркая роль – это именно английская. Она тормошит Америку, заставляет поставлять нам в огонь, бросать вот эти вот все вооружения. Тормошит остальные страны. Все это прямое давление о Англии. И вы это не видите, не понимаете. Ну, тут как трудно с вами о чем-то говорить, если вы простые части, простые факты не видите. Империя английская. Ну, вот сейчас английская империя – это криптоколония США, считайте, входит в английскую империю. Потому что, ну, Америка находится под косвенным управлением Британией. Вот через политические институты Америка управляется. В том числе через того же Байдена, марионетку такую, управляется Британией. Когда у вас официально американские лица говорят, что вот, исходя из данных британской разведки, мы сделали такие-то действия. Ну, это что? Британия может вам поставлять любые разведданные, которые ей выгодны. Это значит, чучело управляется Британией. Вы это вот просто не отслеживаете, не понимаете. Просто последите за новостями, даже в открытом доступе это поймете. Потом плюс столько загадочных, неведомых американских событий, когда Америка не знает, как же это случилось. Какого президента нам убил, мы не знаем. Как эти башни-близнецы, мы не знаем. Вы поймете, что Америка – это вот как перчатка. Перчатка кем-то управляется. По участию, даже в тех же выборах, когда стояла вилка Байден-Трамп, британские агенты присутствовали там-то, там-то в новостной ленте США. Британские агенты были отмечены и при Трампе, и при Байдене. Все это проходило в новостных лентах. Вы этого не видите, не понимаете. В Британскую империю входит, Канада входит, Австралия входит, Новая Зеландия входит, недостаточно. Плюс крипто Америка входит. Финансовая империя распростирается на весь мир, распростерта на весь мир. Инструменты британские везде. Британия – это источник глобализма. Это то, под чем сойдется этот глобализм, что они пытаются сделать. А вы говорите, нет Британской империи. Видимость такая. Сколько можно мусорить про кривое пространство? Доказать прямо линейность проще паренной репы. Можем измерить расстояние до любого объекта, например, звезды. Двигаясь перпендикулярно в любую сторону, объект будет либо удаляться, либо приближаться. Ну, человек, наверное, имеет в виду, что если пространство, вот эта вот линия кривая, да, то перпендикулярно двигаясь мы будем либо приближаться, либо удаляться, да. Ну да, логично. Если этого не происходит, то все, пространство прямолинейно. Ну да, этого не происходит. Мы всегда удаляемся, если по-нормально двигаемся к перпендикуляру. Так. Виктор, почему вы не озвучиваете это кривым придурком? Будем считать, что вы озвучили это кривым придурком. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. С вами был Виктор Катючек. 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 Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом о действительности и самим собой. Ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. С вами был Виктор Катючек. Канал Научный Трибунал.